Как оценили возвращение Пугачевой в шоу-бизнесе и Кремле, накануне беглая знаменитость вернулась домой. Неожиданная новость о материализовавшейся в столице Алле Пугачевой стала самой обсуждаемой не только среди простых россиян. Несмотря на оскорбление, которое Алла Борисовна в свое время вывалила на головы соотечественникам, большинство россиян отнеслись к приезду беглой артистки положительно. Вчерашние рабы и холопы, так о критиках отзывалась обиженная звезда, оказались не злопамятными, чего нельзя сказать о некоторых звездах. Коллеги и вчерашние друзья, отреагировали на главную новость последних суток по-разному, но с неизменной эмоциональностью. Накануне у российского исполнителя Филиппа Киркорова, на презентации клипа «Псевдомодели», Люси Чеботиной спросили, знает ли он что-то о возвращении Пугачевой в Россию. Филипп сделал вид, что не слышит вопроса. Никита Джигурда. Она, конечно, оскорбила многих своих поклонников и сама себя за это наказала. Она уже не станет той Пугачевой, которой была. Может, конечно, ей этого и не надо, вздыхает актер. В июне народная артистка РФ Надежда Бабкина заявила, что Примадонну не простят. По ее словам, россияне оказались преданы и им плюнули в лицо. Народ, который любил и ходил на нее, его предали. И он не может этого простить, потому что им в лицо плюнули. Мы тебя обожали всей душой и сердцем, все поголовно. А ты нас оставила наедине с проблемами, вместо того, чтобы нас поддержать и помогать. Просто выходить и песенки петь, этого маловато, сказала Бабкина. Куда менее многословно о приезде Пугачевой в Россию высказалась певица Наталья Сенчукова, которую, похоже, дело отвернувшейся от родной страны артистки уже давно не волнует. Да и ха с ней. Это мое личное мнение. Выпалила жена Виктора Рыбина. В конце октября певица Ольга Зарубина посоветовала Алле Пугачевой извиниться перед жителями России. По ее мнению, Примадонне следует попросить прощения у россиян, которых та назвала рабами и холопами. Пугачева вернулась в Россию, чтобы жить до конца дней в особняке в подмосковной деревне Грязь, предположил шоумен Стас Борецкий. По его словам, исполнительница просит его отменить сделку по покупке замка. Борецкий не исключил, что пойдет навстречу Примадонне, если та вернет залог в 250 миллионов рублей. Ну конечно, конечно. Она поэтому и вернулась. Мы сейчас будем все это делать. Она, понимаете. У нас вопрос такой возник. Она просит, чтобы мы отменили сделку, пошли ей навстречу. Она хочет в замке, видимо, жить до конца своих дней. Мы с партнерами, конечно, не звери, мы можем, в принципе, отменить сделку, чтобы она нам вернула залог 250 миллионов рублей. Она готова это сделать, заявил Борецкий. Всем очевидно, что Борецкий просто пытается пиариться на имени Примадонны. Откуда у него миллионы на покупку такой недвижимости, если он всю жизнь работал, то сторожем на рынке, то могильщиком, и в 51 год до сих пор живет с мамой. Яркий комментарий журналистам дала и давняя знакомая опальной звезды, личная партниха Пугачевой, Любовь Аксенова. Годами общавшаяся с артисткой швея мотористка искренне верит, что супруга и на агента не на шутку заскучала по родине. Она всегда очень любила дом. Не было такого, чтобы она приезжала с гастролей или с отдыха и говорила «Ой, я там была, я там была». Наоборот, она всегда говорила «Слава Богу, что дома, человек устроен так, что может совершать необдуманные поступки», — вступилась за старую клиентку Аксенова. «Россияне могут спокойно покидать территорию строя и возвращаться обратно», — заявил Песков. По его словам, родство с иноагентом не должно становиться именем нарицательным. «Родственники иноагентов, во-первых, именем нарицательным не являются и не должны являться. Российские граждане выезжают в другие страны, возвращаются обратно в Россию, потом выезжают опять. Это постоянный процесс. Естественно, любой российский гражданин всегда свободно возвращается на свою родину», — сказал Песков. Политолог Сергей Марков, говоря о приезде Примадонны, в Телеграм-канале напомнил оппозиции артистки, в том числе о поддержке Украины. «Ей нравится режим на Украине. Вот и надо ее встретить, как встретили бы на Украине певицу, которая открыто и неоднократно поддержала Россию. Каждому по вере его пусть воздастся», — написал Марков. Политолог Ярослав Белоусов заявил, что у России есть много поводов для культурной отмены артистки. Кроме того, он считает, что против Примадонны можно возбудить и уголовное дело. Называла ли публично эта дама спецоперацию и присоединение новых регионов, иллюзорными целями, делающими нашу страну изгоем, и утяжеляющими жизнь наших граждан? Называла. Является ли это составом хотя бы административного правонарушения, а то и уголовного преступления? «Является», — написал политолог. С последним не согласен первый зампредседателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Он заявил, что к Пугачевой нет претензий. Он напомнил, что Примадонна, гражданка РФ и не совершала действия, которые ущемляли бы ее гражданские права. За что ее можно преследовать? Она, кроме того, что ездила за своим мужем, больше ничего не сделала. Она не сделала никаких заявлений о России, то есть вела себя аккуратно, — сказал Шолохов. Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем телеграм-канале написал, что Пугачева вернулась на кормовую базу. «Пугачева всем своим естеством взывает ко всем нам дайте пожрать, а то нечем гадить на вас», — написал чиновник. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре актриса Елена Дропека заявила 26 октября, что Пугачева и Максим Галкин, внесен Минюстом РФ в список иноагентов, очистили нашу землю. По ее словам, такие люди не нужны стране. Дропека также отметила, что после начала израильско-палестинского конфликта «Звездная чета» побежала искать очередную родину.